Всем привет! Меня зовут Амир Касенов, я главный редактор информагентства Костак. В ближайшие минуты я расскажу вам о главных событиях минувших четырех дней. Прежде чем я начну, прошу вас поставить лайки этому видео, потому что чем чаще вы это делаете, тем активнее YouTube продвигает наши видео в своих рекомендациях. Поехали! Генеральная прокуратура подтвердила задержание экс-главы МВД Ирлана Тургумбаева. Генеральная прокуратура подтвердила задержание бывшего министра внутренних дел Казахстана Ирлана Тургумбаева, передает корреспондент агентства. Генеральной прокуратурой Республики Казахстан продолжается расследование уголовных дел, связанных с январскими событиями 2022 года. 29 апреля за превышение власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия, часть 4 статьи 362 УКРК, в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан задержан экс-министра внутренних дел Тургумбаев ИСЗ. Учитывая, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры во вторник. О задержании Тургумбаева стало известно вечером 29 апреля. Напомним, 20 марта сообщала, что Генпрокуратура допросила Тургумбаева по делу о январских событиях. Тургумбаев возглавлял МВД с февраля 2019 года и был освобожден от должности вскоре после январских событий 25 февраля 2022 года. Затем около полугода, до 17 августа 2022 года он был советником президента, а с 2013 года он значится как советник региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества РАЦ-ШОС. Экс-глава полиции Талдукургана осужден на 11 лет за изнасилование. Бывший начальник полиции Талдукургана Марат Куштыбаев осужден на 11 лет за изнасилование. Приговором суда КА признан виновным по пункту 5 части 2 статьи 120 изнасилования с применением насилия к потерпевшей лицом при выполнении служебных обязанностей. УК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 10 лет. В соответствии с частью 1 статьи 49 УК лишен КА специального звания полковник полиции, сообщили в Талдукурганском городском суде корреспонденту Костак во вторник. Инцидент произошел 12 ноября 2023 года. КА, являясь начальником управления полиции города Талдукурган, в здании управления полиции, а именно в своем служебном кабинете, совершил изнасилование, то есть половое осношение с применением насилия к потерпевшей при выполнении служебных обязанностей, уточнили в суде. Напомним о том, что Куштыбаев подозревается в том, что изнасиловал в служебном кабинете девушку, доставленную в полицию, стало известно 13 ноября. Позже начальника полиции задержали и водворили в ИВС. Суд над экс-полицейским начался в закрытом режиме 28 февраля. Сегодня стало известно, что завершено уголовное дело, расследование уголовного дела по факту хищения на руднике Каратау, который относится к Казатампрому. И наш источник сообщил о том, что розыском тестя Сатабалды по факту хищения на руднике Каратау занимается Интерпол. В розыском Бахтера Байсиитова, тестье Кайрата Сатабалды, племянник экс-президента Нурсултана Назарбаева, по факту хищения на руднике Каратау занимается Интерпол, сообщил источник. Находящийся в розыске собственник ТО Ири Билдинг, который упоминается в пресс-релизе антикора, это тесть Сатабалды. Сейчас его розыском занимается Интерпол, сообщил в редакции Кастак во вторник источник знакомы с ситуацией. Ранее антикоррупционная служба сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего руководства ТО Каратау, дочерняя организация ООНАК «Казатампром», директора подрядной организации ТО Ири Билдинг, а также представители авторского и технического надзоров. Ими вменяют хищение в 2019-2021 годах 862 миллионов тенге, выделенных на строительно-монтажные работы в рамках реализации проекта по модернизации ураноперерабатывающего предприятия на руднике Каратау в Сузакском районе Туркестанской области. Напомним о том, что родственник Сатабалды, учредитель ТО Ири Билдинг, Бахтер Байсиитов, объявлен в розыск, Кастак сообщал еще в ноябре 2022 года. Как отмечало тогда следствие, Байсиитов, прикрываясь родственными связями с Сатабалды, лоббировал деятельность подконтрольной компании Ири Билдинг. В отношении главного специалиста РГУ Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Сабиры Куянбаевы, которую называют торпедой братьев Нурлана и Ерлана Нигматулиных, возбуждено уголовное дело, сообщает источник. Против Куянбаевы, это торпеда Нигматулиных, возбуждено уголовное дело по пункту 2 части 3 статьи 366, получение взятки УКРК. Ее давно ввела антикоррупционная служба и хлопнула на том же, на что ранее уже поступали на нее жалобы. Она загрузила бизнесмена, который хотел строить зону отдыха на берегу Балхаша, настрой материалы для своего второго дома, который тоже расположен на берегу озера. В итоге, 22 января 2024 года на нее завели дело, а ее второй дом, он расположен в поселке Конрад, недалеко от города Балхаш, опечатали после обысков, рассказал редакции Костак источник знакомой ситуации. Костак обратился за комментариями в правоохранительные органы, в том числе в антикор, где отрицать наличие уголовного дела не стали. Из ответа ведомства следует, что такое дело действительно есть, но и детали раскрывать отказались. По вашему запросу о предоставлении сведений по уголовному делу в отношении главного специалиста РГУ Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов, сообщаем, что в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан данные не подлежат разглашению, сообщили в антикоре, отвечая на запрос редакции. Напомним, 6 марта основатель гостиничного комплекса «Океан» на берегу озера Балхаш, бизнесмен из Каганинской области Алексей Лукьянченко заявил о продолжающейся рейдерской атаке со стороны бывшего сенатора Ерлана Нигматулина, брата-близнеца и экспикера-мажилиса Нурлана Нигматулина. В интервью, которое предприниматель дал редакции Костак, он, в числе прочего, подробно описал и роль Коямбаевой в данном деле. Нурлан Нигматуллин ушел с поста спикера-мажилиса 1 февраля 2022 года после январских событий. Он возглавлял Нижнюю палату парламента 2016 года, причем это было его второе председательство. До этого он был спикером-мажилиса в 2012-2014 годах. В разные годы он возглавлял администрацию президента и был акимом Карагандинской области. Нурлан Нигматуллин, брат-близнец Нурлана Нигматулина, тоже занимал депутатское кресло, причем как в Мажилисе, так и в Сенате. В отношении обоих братьев неоднократно звучали обвинения в рейдерских захватах, возможной причастности к криминальным структурам и схемам, а также фабрикации уголовных дел. Однако оба брата до сих пор остаются на свободе. Напомним ранее, исполнительный директор общественного объединения Адельджола Дидар Смогулов, который несколько лет проработал на руководящих постах в антикоррупционной службе, Отвечая на вопрос о рейдерстве, привел примеры того, как успешный бизнес исчезал и аналогичный бизнес оказывался у Нигматулинах. Полицию обвинили в распространении ложной информации по делу об убийстве женщины в Караганде. Ну, какое дело? Бывший муж убил бывшую жену, полиция заявила, что... И касательно этой информации, родственники погибших, близкие погибшие сообщили о том, что полиция бездействовала, приехала и уехала, никаких мер не приняла. А полиция заявила, что якобы вот приехали и увидели, что они там мирно пьют чайок на кухне, поэтому уехали и так далее. И вот эта информация, по версии представителей потерпевшей стороны, является ложной. Полицию обвинили в распространении ложной информации по делу об убийстве женщины в Караганде. Я ее родная сестренка, никакого мирного чаепития там не было. Этот тиран постоянно издевался над ней, избивал. Сколько раз вызывали полицию, все безрезультатно. Халатное отношение со стороны полиции. В тот злосчастный вечер бывший супруг моей сестры устроил очередной скандал с рукоприкладством. Сын моей сестры вызвал полицию, которая приехала и в очередной раз его не забрала, хотя заявление моя сестра написала, где было сказано, что в ее смерти будет виновен ее бывший супруг, так как он неоднократно угрожал ей расправой не расправиться со всей нашей семьей. На что полиция не посчитала нужным его забрать в отделении. Если бы его забрали, этой ужасной беды не случилось бы. После того, как полиция уехала, этот убийца жестоко расправился с моей сестрой. Два года назад, в 22 году, я приходила к сестре и была очевидцем очередного скандала и рукоприкладства. Я попыталась защитить сестру, из-за чего сама была избита на глазах детей. Мы вызвали полицию, которая приехала, забрала его на час и отпустила. Я писала заявление, снимала побои, все предоставила полиции, но в конечном итоге это дело закрыли и ему все сошло с рук. Дошло до убийства моей сестры. Когда приехала полиция, этот убийца спокойно еще покурил с участковым, на что есть свидетели, соседи. Как это не было скандалов? С каких слов вы это берете? Он всю жизнь ее избивал. Никто из соседей не выходил, даже если слышали крики. О его выселении она не писала, потому что он угрожал ей, что расправится с ней. Прокомментировала слова полицейских пользователь Айгуль Умерзакова. Редакция Костака обратилась в пресс-службу Департамента полиции к Органической области за комментариями, касательно обвинений в распространении ложной информации. Напомним, ранее правозащитник Серик Беркамалов сообщил, что в течение нескольких лет жертва обращалась в полицию, но каждый раз он оставался безнаказанным и хвастал своими связями в полиции. По его словам, приехал наряд полиции. Двое полицейских, которые приняли заявление, даже будучи свидетелями угроз и скандала, его нетрезвого состояния, они не сделали ровным счетом ничего. Как заявил правозащитник, правоохранители уехали, оставив в опасности женщину и детей наедине с абьюзером, после чего Карагандинка была убита. Полиция заявила, что по факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемый во дворем в изолятор временного содержания, назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные мероприятия. При этом правоохранители утверждали, что на момент приезда полиции в день трагедии бывшие супруги якобы на кухне пили чай. Ну, кстати, это же не единственный такой случай, когда полиция уезжает и случается трагедия. Я не знаю, почему так происходит. Прокурор снял одно из обвинений с родственника Бешимбаева. Прокурор снял с директора гастроцентра Бахаджана Байжанова, родственника экс-министра национальной экономики Куандыка Бешимбаева, который вместе с бывшим чиновником находится на скамье подсудимых по делу о жестоком убийстве Салтана Тнукенова и гражданской жены экс-главы МНЭ, одно из обвинений. В понедельник в суде по делу Бешимбаева должны были начаться премия сторон, однако по ходатайству стороны обвинения возобновили судебные следствия по эпизодам в отношении Байжанова. Прокуратура отказалась от обвинения в отношении директора гастроцентра о недонесении преступлений, при этом с учетом обстоятельств, которые стали известны ранее в суде, родственниками с чиновниками вменяют сокрытие особо тяжкого преступления. По версии прокуратуры, Байжанов активно пытался скрыть жестокое убийство Нукеновой, которое вменяет Бешимбаеву. Процесс по делу Бешимбаева перенесли на 2 мая, чтобы у защиты Байжанова было время подготовиться к суду с учетом нового обвинения. То парк хранения жиженного нефтяного газа одним из бенефициаров, которого является взятие экс-президента Нурсултана Назарбаева Тимур Кулебаев, оштрафовано департаментом агентства по защите и развитию конкуренции по Атравской области более чем на 1 млрд тенге. Компания не смогла оспорить наложенный штраф, передает корреспондент агентства. ДАЗРК Республики Казахстан по Атравской области провел расследование о деятельности то парк хранения жиженного нефтяного газа. В результате было установлено нарушение законодательства о защите конкуренции, заключающееся в злоупотреблении доминирующим положением на рынке жиженного газа. нефтяного газа через установление монопольно высоких цен. Специализированный суд по административным правонарушениям города Атраву решением от 5 марта 2024 года привлек товарищество к административной ответственности. Была наложена конфискация монопольного дохода в размере свыше 955 млн тенге и административный штраф в сумме 162 млн тенге. Апелляционная инстанция судебной коллегии по уголовным делам Атравского областного суда подтвердила решение первой инстанции, отклонив жалобу товарищества, сообщили в пресс-службе АЗРК во вторник. Постановление суда вступило в законную силу. ТО «Парк хранения жиженного нефтяного газа» является уполномоченным оператором по поставкам социального газопроизводства ТО «АНПЗ» оптовыми розничным потребителям города Атырау и Атыраусской области. 19 февраля Кастакса сообщал, что фирма Кулебаева не смогла спорить судеб проигрыш 1,1 млрд тенге к Азмунай-газу. Проект возводимого вопреки запрету на строительство зданий выше 12 метров многоэтажного многоквартирного жилого комплекса Apple Residence в Алматы и даже не стали пересогласовать в РГП госэкспертиза, передает корреспондент агентства. 14 октября 2011 года выдано положительное заключение номер 02-06-46-11 по рабочему проекту многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом и объектами обслуживания на закрепленном земленном участке южнее дома отдыха Каргалы, западней улицы Саяна в Аузовском районе города Алматы. Архитектурно-строительные решения. Корректировка жилых домов 521-1102АМ, 520-1103Л, тип Л, 516-1104С. Повторно указан объект строительства на рассмотрение в экспертизу не поступал, сообщили в госэкспертизе, отвечая на запрос редакции Костак. Вместе с тем специализированный межрайонный административный суд Алматы еще 21 июля 2022 года вынес определение, в котором указал, что выданное в 2011 году архитектурно-проектировочное задание АПЗ утратило силу в связи с получением нового разрешительного документа от 2021 года на проектирование многофункционального жилого комплекса с паркингом на три этажа. На момент покупки незарешенного строительства ИСЦУ, то есть ТО Эвергринг АТФ Костак, было известно о действующем АПЗ на проектирование многофункционального жилого комплекса с паркингом три этажа и постановление Акимата города Алматы номер 2-210 от 5 апреля 2021 года, уточнили в суде. Также суд обращал внимание, что проектно-смертная документация, по которой в течение трех лет после окончания разработки и утверждения не начато строительство, считается устаревшей и используется для реализации только после проведения новой экспертизы и переутверждения. Эвергринг АТФ подал ИС, в котором пытался обжаловать выводы суда, однако проиграл апелляцию. Постановлениям Акимата права ИСЦА не нарушены. Оспариваемое ИСЦОМ постановление Акима соответствует принципу соразмерности, поскольку принято в целях комплексного благоустройства и эстетической организации городской среды, создание экологической, благоприятной, безопасной и социально-удобной жизненной среды для жителей города, постановила судебная коллегия по административным делам Алматинского городского суда в декабре 2022 года. Напомним, 12 апреля Костак сообщал, что депутат Можилиса Бакджам Базарбек незадолго до получения кресла в Можилисе представлял интересы ТО «Эвергринг АТФ», которая незаконно построила многоэтажный ЖК «Эпл Резидентс» в той части южной столицы, где строительство зданий выше 12 метров запрещено. Позднее Костак выяснил, что Базарбек пытался помешать сносу еще одного незаконно построенного ЖК в Алматы. Речь идет о ЖК «Жайсан» на улице Береке-7 в микрорайоне Акжар. Комментируя корреспонденту Костак ситуацию уже после того, как стал депутатом, Базарбек выразил согласие на снос ЖК, который он ранее защищал, хоть сейчас. 18 апреля Костак выяснил, что в указанный подлежащий сносу ЖК «Жайсан» уже начали заселять людей. Отметим, что депутат Базарбек в числе прочего обрел широкую известность благодаря своим заявлениям, в которых он выступал против незаконной застройки Алматы и его предгории. Однако, как теперь выясняется, вне внимания общественности осталась та часть деятельности Базарбека, в которой он на деле оказался активным лоббистом на стороне проектов незаконной жилищной застройки Алматы. Кстати, вот в комментариях читаю, вот не надо там против Базарбека что-то говорить и так далее, якобы он хороший. Если он такой хороший, почему он незаконные проекты продвигает и лоббирует? Почему он их защищает? Почему он мешает сносу таких проектов? Не бывает полумер, не должно быть полумер. Ты либо живешь честно и живешь по закону, либо ты просто двуличный лицемер. И я думаю, что вот те люди, которые там в комментариях активно топят за Базарбека, они, скорее всего, либо боты, либо как-то с ним связаны. Либо, ну, не очень далекого ума. Либо они согласны с тем, что у нас в Казахстане правовой нигилизм, что в Казахстане можно попирать законы, что в Казахстане можно жить в условиях коррупции, и пусть так дальше и будет. Они вот с этим, видимо, согласны. А мы нет, мы не согласны. Я точно не согласен. Я хочу, чтобы все было по закону. Это касается и вот этого вот персонажа Базарбека, который до того, как стал депутатом, был таким вот типа замечательным, а на самом деле вот такими вот делами занимался. Я не буду говорить еще и о том, сколько нарушений было связано с его избранием в Мажелис. Как избивали наблюдателей на участках, которые фиксировали эти нарушения и так далее. Вот это малая часть того, что я просто вот на вскидку вспоминаю про вашего дорогого Базарбека. Тукаев снял Мусина с поста министра цифрового развития. Президент Казахстана Касымжумар Тукаев снял Багдата Мусина с поста министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Указом главы государства Мусин Багдад Батырбекович освобожден от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, говорится в сообщении во вторник. Мусин возглавлял МЦРЯПС с сентября 2020 года. После того, как Аккорда опубликовал информацию о его снятии с должности, он опубликовал у себя пост, в котором заявил, что сам подал в отставку. Ну, не знаю, насколько это правда, сняли его или он сам подал в отставку, а возможно и схедхантили в Японию, потому что увидели, что у нас в Казахстане есть такой замечательный министр цифровизации, который сделал все таким образом, что в Казахстане интернет быстрее, чем в Токио. На самом деле нет. Не быстрее, я про интернет. Ни один казахстанец из колонии России не привлечен на войну, заявляет МИД Казахстана. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Абек Смадьяров. Это неправда. Ни один гражданин Казахстана, который отбывает наказание в российских тюрьмах или же находится под следствием, не был привлечен на военные действия. Я могу это 100% гарантировать, заявил Смадьяров на брифинге в понедельник. В социальных сетях распространяется фейк о том, что больше 100 заключенных казахстанцев России насильно отправляются на войну. По словам Смадьярова, сейчас не больше 10 казахстанцев находятся под следствием, имеется в виду Россию. Они нашли работу в телеграм-каналах или в соцсетях. Детали знают родственники, консул на связи с ними и их родственниками, сказал Смадьяров. Силовики России начали задерживать водителей из Казахстана и Центральной Азии за адраспан. Силовики России начали задерживать водителей из Казахстана и Центральной Азии за адраспан, или адраспан, или адраспан, или гармала. 17 апреля в Петуховском округе сотрудниками ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской областям в автомобильном пункте пропуска в ходе досмотра легкового автомобиля, следовавшего из Азиатской республики в Зауралье, обнаружена посылка, в которой помимо личных вещей находились около 120 граммов частей растений гармала. Сотрудниками полиции установлена личность 51-летней гражданки, которая принадлежала растениям, содержащие наркотическое средство. 24 апреля в ходе досмотра грузового автомобиля DAF под управлением 37-летнего гражданина соседнего государства в Бардачке обнаружены изъятия порядка 50 граммов частей растений гармала, сообщает Управление Министерства внутренних дел России по Курганской области. В информации российских силовиков отмечается, что следователям межмуниципального отдела МВД России Петуховский возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 29.1 контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры УКРК. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Граждане задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, уточнили российские полицейские. В пресс-службе МВД Казахстана редакции Кастак подтвердили, что с февраля в России в число наркосодержащих растений, запрещенных для оборота, включены растения гармала, известные в Казахстане как адраспан. Казахстанские правоохранители предупредили, что уголовная ответственность за провоз адраспана в Россию наступает вне зависимости от веса провозимого наркосодержащего растения и предусматривает лишение свободы от 3 до 7 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Завоз растений в крупном размере от 30 грамм. Российским законодательством предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Завоз растений в особо крупном размере от 3 тысяч грамм. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет. лишение свободы с обязательным наложением штрафа до 1 миллиона рублей. То есть за Адраспан в России могут посадить на 20 лет. Это в голове не выкладывается. Министерство внутренних дел Казахстана обращается к гражданам Казахстана, планирующим выезд за рубеж, быть ответственными и соблюдать законы странных посещения. Необходимо быть особенно внимательным к провозу растений или лекарственных препаратов, которые могут быть внесены в число запрещенных на территории иностранных государств, добавили в МВД Казахстана. Гармал обыкновенный или могильник обыкновенный – это многолетнее травянистое ядовитое растение, обладающее лекарственными свойствами, которое произрастает в полузасушливых степях Восточной Европы и Центральной Азии. В Казахстане, странах Центральной Азии, а также Ирании и Азербайджане Адраспан используют как благовоние, а также окуривают им помещения и небольшие открытые пространства, например, дворы частных домов и рынки, веря, что таким образом можно изгнать злых духов. Прогноз Костак про вероятность бензинового кризиса в России начал сбываться. Километровые пробки на трассе М12 «Восток». Водители стоят в очереди на заправку по два часа. Мэш беспокоится и рекомендует, хотите в Казань на Майске и берите с собой канистры с бензином. Наши подписчики присылают видео безумных очередей. Вереница машин растянулась на несколько километров ниже Городской области. Кадры сделали под городом Сергач. Это в 270 километрах от столицы Татарстана, сообщает российское издание «Мэш в воскресенье». Напомним, 17 апреля Костак в большом аналитическом обзоре ситуации сообщал, что Казахстану грозят новые перетоки горюче-смазочных материалов за рубеж в увеличенных бензобаках. Проблема, о которой Костак регулярно писал в связи с бесконтрольным вывозом казахстанского бензина и дистоплива нашими южными соседями, казалось, была решена, но актуализировалась вновь серьезными сложностями уже в России, которые вызваны войной в Украине, в частности в связи с атаками дронов на российские МПЗ. Ну и в завершение хорошая новость. Журналист Асхат Ниязов выиграл судебный процесс по делу о клевете и распространении ложной информации, сообщает радио Азаттар. Сегодня прошел судебный процесс над журналистом, автором YouTube-канала «Обожаю» Асхатом Ниязовым по делу о клевете, переданного в суд полиции после жалобы Министерства культуры и информации. Судья постановила прекратить дело за отсутствием состава правонарушения. Дело рассматривали сегодня в 15.00 в административном суде Астаны. Решение было объявлено в 17.30 после возвращения судьи из совещательной комнаты. По словам адвоката Асель Тукаева, в деле отсутствует состав административного правонарушения, клевета и распространения ложной информации, говорится в сообщении в понедельник. Напомним, 9 апреля Костак сообщал, что на журналиста Асхата Ниязова завели дело после репоста статьи телеграм-канала «Про Тенге» в поддержку издания радио Азаттек. В МКИ заявили, что основанием стало распространение недостоверной информации. Поздно вечером, 24 апреля, стало известно, что основателя и главного редактора «Про Тенге» Джамилю Маричеву забрали в полицию прямо во время ее пробежки. Позднее она сообщила, что вышло из здания полиции. 25 апреля Маричева рассказала, что вместе с журналистом Асхатом Ниязовым она готовится к судебному процессу. К вечеру, 25 апреля, министр культуры и информации Айда Балаева опубликовала пост про дело Маричевой и Ниязова, но не стала при этом давать оценку действиям полиции. Отметим, что Маричева является лауреатом конкурса Союза журналистов Казахстана. Ее проект «Про Тенге» известен громкими расследованиями, благодаря которым общество становится известно о чрезмерных и часто необоснованных и сомнительных тратах казахстанских чиновников. Такими были, на мой взгляд, самые интересные события минувших четырех дней. Я поздравляю вас с наступающим праздником, Днем Единства Народа Казахстана и желаю вам только хороших новостей. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы он стал сереньким, чтобы получать соответствующие уведомления. Конечно, делитесь этим видео, лайкайте его. Это тоже очень серьезно помогает продвижению нашего канала. Я желаю вам всем добра. Всем пока.